Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Роберт Скотт, казалось, принял тогда единственно правильное решение Он записал «Поступать так, как будто никакого известия не было вовсе Идти своим путем и трудиться по мере сил для чести Родины Не выказывая ни страха, ни смущения» Кто был этот человек? Он не совершил каких-то особенных открытий Его именем не названы ни страны, ни континенты И тем не менее, по сию пору он является национальным героем Британии И кумиром тысяч мальчишек, которые мечтают повторить его подвиги Из дневника Роберта Скотта Долгие мягкие сумерки серебряным звеном соединяют сегодняшний день со вчерашним Интересно наблюдать за движением ломающихся пластов тонкого льда Это движение совершается под неумолкающую музыку Точно стеклянные колокольчики звенят высокими мелодичными нотами Пение льда Оно напоминает нам щебетание лесных птиц К началу 20-го столетия на нашей планете почти не осталось белых пятен Существовал только один неизведанный континент – Антарктида Борьба за право обладания ледяной шапкой земли развернулась нешуточная Среди претендентов – Германия, Франция, Соединенные Штаты, Швеция, Норвегия, Россия Англия также не осталась в стороне от полярной гонки Возглавить первую британскую национальную антарктическую экспедицию Было поручено 32-летнему капитану королевских ВМС Роберту Фалкону Скотту Когда у владельца пивоваренного завода Джона Скотта 6 июня 1868 года родился сын Он был уверен – тот станет прославленным флотоводцем Перевоткрывателем новых земель Ведь дед Скотта был моряком Увы, маленький кон не отличался ни крепким здоровьем, ни прилежанием Зато романтических мечтаний у него было хоть отбавляй Играя, мальчик часто воображал себя адмиралом Ведущим свой корабль сквозрифы и бури к неизведанным берегам Восемь лет кон пошел в школу Она располагалась в соседнем городке И на учебу мальчик ездил на своем любимом пони Любовь к лошадям вообще занимала особое место в сердце мальчика Много лет спустя эта привязанность сыграет роковую роль в судьбе Скотта Особого рвения к изучению наук юноша не проявлял Чем приводил отца в бешенство «Ты что, хочешь повторить мои ошибки?» – кричал он бывало Едва ли не силой усаживая строптивого отпрыска за учебу Старания Скотта-старшего не пропали даром В июне 1881 года Роберт был зачислен в гардемарины Он плавает на кораблях учебные эскадры Сначала Юнгой, затем Митчунов Но служба его не увлекает Молодой романтик по-прежнему витает в облаках Все изменила встреча с сэром Климентом Маркемом Секретарем Королевского географического общества И автором множества книг о путешествиях Скотт понял, что его мечты вполне могут стать реальностью Достаточно лишь приложить немного усилий И тут случается непоправимое Внезапно умирает отец Ему так и не суждено было увидеть Роберта успешным и знаменитым На могиле отца Скотт клянется притворить его мечты в жизнь И с невиданным доселе рвением берется за учение Результаты не заставили себя ждать Вскоре его производят в лейтенанты В июне 1899 года По совету все того же Маркема Скотт подает рапорт о своем желании Возглавить экспедицию в Антарктиду Экспедиция Скотта на корабле Discovery Длилась почти три года Было сделано сенсационное открытие Когда-то в Антарктиде был тропический клим И лишь позже оно стало ледяным континентом Открытие Скотта стало сенсацией в научном мире О нем заговорили Сбылась мечта отца Его экспедиция оказалась самой результативной из пяти посланных тогда К берегам Антарктиды другими странами Вместе с Эрнестом Шеклтоном Он на собачьих упряжках пытается достигнуть Южного полюса Но холод и голод заставляет энтузиастов повернуть с полдороги назад Скотт воспринял это как брошенный ему вызов И с этого часа вцепился в ледяной материк мертвой хваткой Южный поле становится путеводной звездой всей его жизни Он добьется своей цели, покорит свою вершину Его заслуги оценили по достоинству По возвращении из экспедиции он был произведен в капитана Королевского флота И это в тридцать с небольшим Но ведь не случайно его второе имя было Фалкон После путешествия на Дискавери Прославленный капитан – желанный гость на светских храмах На одном из них Роберт знакомится с молодой женщиной Скульптором Кэтлин Брюс, ученицей самого Родена Внезапно вспыхнувшие чувства оказались взаимными И даже разница почти в 20 лет И скромное офицерское жалование будущего избранника Не смутили Кэтлин Они поженились А в сентябре 1999 года у супругов родился первенец Питер Маркем Скотт Это замечательное событие совпало с объявлением О новой экспедиции Скотта На сей раз он нацелится на Южный полюс Его пытались отговорить Это невозможно Это тысячи миль снегов и льдов И необычайно низкой температуры Но упрямец Скотт не привык отступать Роберт Скотт разрабатывает специальные мотосани Как раз для езды по ледяным торосам И мучительно ищет деньги на организацию похода Его главный аргумент Недра Антарктиды полны нефти, золота, руды Увы, инвесторы остаются глухих к его мольбам Скотт в панике Экспедиция на грани срыва И вдруг почти одновременно о своих планах достигнуть Южного полюса Объявляет американцы и немцы Гордый британский лев может быть посрамлен И тут же перед Скоттом распахиваются все двери И требуемая сумма вскоре найдена Денег хватило и на то, чтобы довести до ума конструкцию мотосаней И на закупку 20 крепких выносливых манджурских пони Именно на них предполагается тащить продовольствие и снаряжение Из дневника Роберта Скотта Вот когда происходит замечательная переоценка ценностей В обычных условиях даже при незначительной настойчивости Легко добиться своего Самоуверенность Вот маска, которую прикрывается множество слабостей Здесь же среди снегов показная сторона ничто В счет принимаются лишь твои собственные внутренние качества Пыль в глаза не пустишь Простившись с женой и годовалым сыном 2 сентября 1910 года Роберт Скотт на судне Терранова отплывает из Англии Только бы не опередили американцы Но опасения Скотта напрасны И расчетливые американцы, и практичные немцы От затеи с пульсом вскоре отказались Дорого, да и неосуществимо Зато у Скотта появляется куда более серьезный конкурент Руаль Амунсен Изначально прославленный норвежец планировал покорение другого полюса Северного, но увы Его опередил американец Роберт Пири Быть вторым, но уж нет И амбициозный Амунсен решает отправиться На противоположный край земли В Антарктиду Не вышло с Северным полюсом Не беда Значит получится с Южным Что туда уже отправился какой-то англичанин Чудесно, так еще увлекательнее Дух соперничества усилит волю к победе Свои планы Амунсен не афиширует Ведь Норвегия экономически зависит от Англии И Амунсен прекрасно понимает Что на государственном уровне его затею не одобрит Причем норвежца почти не волнует научная сторона вопроса Быть первым там, где прежде не бывал никто Вот что важно Раз я хотел поддержать честь своего имени как исследователя Мне нужно было как можно скорее одержать ту или иную Сенсационную победу Так напишет он позже в своей автобиографии В отличие от Скотта, более опытный Амунсен Старается заранее просчитать каждую мелочь Он велит через рамные промежутки по пути следования к полюсу Расположить склады с запасами продовольствия И безжалостно тренирует своих людей Когда один из них, Ялмар Йогансен, стал жаловаться на резкость начальника Он был исключен из группы, которая должна была направляться к полюсу И в качестве наказания оставлен на корабле Амунсен записал в дневнике Быка надо брать за рога Примеры этого строптивца непременно послужат уроком для всех остальных Перенесенное публичное унижение не прошло для Йогансена даром Несколько годами позже он покончил с собой В те времена полярные исследователи не обладали еще достаточным опытом в решении транспортных проблем Поэтому выбор скота, мотосани, пони казался интересным хотя бы потому, что это было научное исследование Это было новое испытание Амунсен в этом отношении оказался человеком традиционных взглядов Он выбрал ездовых собак и отправился первым С восходом антарктического солнца Амунсен с четырьмя спутниками выступает в путь Благодаря собакам уже через четыре дня группе удается преодолеть ледники береговой области И достичь центрального плоскогория Антарктиды Теперь перед ними сотни километров бескрайней белой пустыни Роберту Скотту удалось тронуться в путь только две недели спустя Выбранный им маршрут хоть и короче Однако включает в себя сложнейший переход через высокогорный ледник Бирдмора И в отличие от конкурентов, над его экспедицией словно давлеет какой-то злой рог Почти сразу, не выдержав ледяных торосов, выходят из строя мотосани И, увы, любимые пони также не оправдывают надежд хозяина Они гибнут от холода и перегрузок И в конце концов от них приходится избавляться Весь груз, скот и товарищи вынуждены взвалить на собственные плечи На полпути к полюсу они делают запасной склад с одеждой и провиантом И все же, чувствуя время ответственности за жизни людей Скотт приказывает семи из двенадцати членов похода повернуть обратно Путь к полюсу продолжили пятеро Сам Скотт, врач Эдуард Уилсон, капитан Лоренс Отс, лейтенант Генри Боэрс и унтер-офицер Эдгар Эванс Последний участок пути отряд Амундсона преодолевает на лыжах Все собаки погибли в пути 14 декабря 1911 года он первым достигает заветной точки Победу норвежцы отпраздновали тюленьем мясом и сигарами Впоследствии Амундсен признавался не без некоторого кокетства Я не могу сказать, что нашел тут цель своей жизни С молодым мне вскружил голову Северный полюс Теперь я оказался у Южного Можно ли представить себе большую противоположность Шаг за шагом пятеро смельчаков команды Скотта Преодолевает ледяные разломы и бескрайние заснеженные равнины И вот, наконец, они уцели Но что это? На полюсе норвежский флаг? Из дневника Роберта Скотта На горизонте мы разглядели черную точку Оказавшуюся флагом, привязанным к полозу от саней Тут же поблизости были видны остатки лагеря Норвежцы нас опередили Они первыми достигли полюса Ужасное разочарование Мне больно за моих верных товарищей Конец всем нашим мечтам Печальное будет возвращение На имя Скотта норвежцы оставили приветственную записку С просьбой передать ее норвежскому королю Это было оскорбительно для проигравших гонку англичан Скотт со товарищей водружает рядом с норвежским флагом Британский И поворачивает назад Обратный путь, как и опознался Скотт, оказался невероятно труден У путешественников стремительно заканчивается продовольствие Им все труднее переносить тяготы пути К суровой непогоде тяжелым грузом добавилось разочарование и смертельная усталость Вскоре погибает двое из спутников Скотта Эванс и Отс Из дневника Роберта Скотта Мы знали, что идем на риск Обстоятельства повернулись против нас У нас нет причин жаловаться Нужно склониться перед волей проведения С решимостью делать до конца то, что в наших силах Когда это послание дойдет Мы уже давно окончим свое существование Станет известно, что мы выполнили задание Достигнув полюса И сделали все возможное Как много я мог бы рассказать Об этом путешествии Насколько оно было лучше Спокойного сидения дома В условиях Всяческого комфорта Оставшиеся трое путешественников Мужественно боролись с холодом и истощением Нервным, физическим А до заветного склада еще целых 20 километров При хорошем стечении обстоятельств Это всего лишь два-три дневных перехода Но у измученных людей уже нет сил Даже просто выбраться из палатки К тому времени Амундсен был уже в солнечной Тасмании И писал письма жене домой Я отдыхаю в тени пальм Окруженный бурной растительностью И наслаждаюсь вкусом тропических фруктов Он был абсолютно счастлив Он вновь победил И весь мир уже знал об этом 29 марта 1912 года Роберт Скотт сделал в своем дневнике Последнюю запись Сейчас она известна всему миру Ее хранят в Британском музее Как национальное достояние Рядом с письмами Ньютона И рукописами Диккенса Из дневника Роберта Скотта У нас осталось топливо По две чашки на каждого И на два дня сухой пищи Каждый день мы были готовы идти До склада всего 11 миль Но нет возможности выйти из палатки Так несет и крутит снег Не думаю, чтобы мы теперь могли еще на что-либо надеяться Выдержим до конца Мы все слабеем И конец не может быть далек Ради Бога Не оставьте наших близких Спустя 8 месяцев Палатка с телами Роберта Скотта И двух его товарищей Была найдена участниками поисковой экспедиции На груди капитана Скотта Находилась сумка с записными книжками и письмами Рядом лежали добытые Ценой невероятных усилий Геологические образцы Которые путешественники несли с собой до самого конца Пока были силы Все документы, дневники, материалы Были доставлены в Королевское научное общество А личные письма Безутешной вдове Скотта Я верю, что наш поход Послужит примером для будущих поколений Мы в отчаянном состоянии Отморожены ноги Нет топлива и пищи Но тебе было бы отрадно сейчас с нами в палатке Слушать наши песни И веселую беседу о том Что мы станем делать, когда дойдем до дома Прости за почерк Сейчас минус сорок и так почти месяц Прошу тебя Заинтересуй нашего мальчика Естественные истории, если сможешь Это лучше, чем игры Больше всего он должен остерегаться ленности Сделай из него человека деятельного Мне, как ты знаешь, приходилось заставлять себя быть деятельным У меня всегда была склонность к лени И сын выполнил завет отца Питер Скотт стал знаменитым ученым-биологом Одним из основателей Красной книги Что же касается Амундсена Общественное мнение единодушно осудило его поступок На торжественном обеде, данном в его честь Президент Королевского географического общества Лорд Кирзон Отметив значение, которое Амундсен Приписывал использование в своем походе собак В ответной речи Не скрывал злой иронии И предложил в таком случае Троекратное ура в честь собак Позже Амундсен вообще был исключен Из рядов географического общества Он сам до конца жизни Вспоминал историю Скотта с горечью Он признавался Я пожертвовал бы славой Решительно всем, чтобы вернуть его к жизни Мой триумф омрачен мыслью о его трагедии Она преследует меня Искупить вину Амундсену удалось Лишь ценой своей жизни Он погиб, отправившись по собственному почину Спасать потерпевшую крушение на дирижабле Италии Экспедицию Нобеля Два путешественника, но такие разные Если для Скотта покорение Южного полюса было делом всей жизни Итогом долгих антарктических исследований Тут для Амундсена Это было спортивное состязание Цель прийти первым, победить Но трагедия побежденных Оставила в душах людей Больший след, чем триумф победителя 45 лет спустя состоялось заочное примирение двух соперников Построенная на Южном полюсе исследовательская база носит двойное имя Амундсена Скотта А на месте гибели экспедиции был установлен памятный крест На нем выжжены знаменитые слова английского поэта Альфреда Теннисона Бороться и искать, найти и не сдаваться Редактор субтитров А.Семкин